МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Елена Катаржина. В ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ямочным ремонтом здесь не обойтись. Автолюбители устали терять колеса на дороге Новгород-Сергова-Барки. Автодор ссылается на лимиты и нехватку средств. Праздник первого огурца. В тепличном комбинате Трубичина в нынешнем году рассчитывают собрать почти 5,5 тысяч тонн продукции. Правила этикета, танцы, знакомство с языком веера. Музей-заповедник пригласил юных новгородцев на весенний праздник Бал Чудес. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Новгородском университете сегодня прошла выставка достижений радиоэлектронного кластера. Свои разработки представили подразделения ВУЗа, а также ведущие профильные предприятия Великого Новгорода и области. И здесь же состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между НовГУ и компанией Росэлектроника. Создание 3D-моделей, картографирование, охрана объектов, доставка грузов и поливка сельхозугодий. Это еще не весь список навыков беспилотника, программное обеспечение которого – дело рук и умов сотрудников университетской лаборатории Аэронет. Скучно заниматься проектами прошлого, хочется заниматься проектами будущего, настоящего. Но мы делаем проекты не для будущего, мы делаем на технологиях, вот этих новых технологиях, мы делаем проекты настоящего, потому что они сейчас уже должны внедряться. Это уже сейчас повышает производительность труда в десятки раз. Свои последние разработки в области радиоэлектроники сегодня также представил десяток новгородских предприятий, Институт электронных информационных систем и бизнес-инкубатор НовГУ. Вы помните, что Новгород в 60-70-е годы был один из центров радиоэлектроники вообще в России. И сегодня мы возобновляем, восстанавливаем, скажем так, электронику. Почему? Время пришло. Время пришло к тому, что сегодня вот запретные меры, которые были введены, они дали толчок развитию в том числе радиоэлектроники в нашей России. Объемы производства в отечественной радиоэлектронике растут. Отсюда особенно востребованными сегодня становятся такие профессии, как конструктор-технолог. Следовательно, подобные выставки нужно проводить как можно чаще, причем приглашать не только студентов профильных специальностей, школьников, но и их родителей, отметил заместитель генерального директора акционерного общества Росэлектроника Арсений Брыкин. В Союзе машиностроителей России есть очень серьезная программа, называется «Работа и в России». Мне представляется, что если бы в неделю без турникетов, которая традиционно пройдет в третью неделю апреля, школьники, студенты, еще раз подчеркну, их родители могли видеть подобные выставки, и учеба была бы с большим смыслом, и работа с удовольствием, и с пользой. В рамках выставки холдинг Росэлектроника не только презентовал свою программу, но и подписал с Новгородским университетом соглашение о сотрудничестве. Теперь у наших студентов есть возможность проходить стажировки на действующих предприятиях крупнейшего российского производителя радиоэлектронных компонентов и технологий. Кристина Масальцева, Сергей Корнев, Новости, Новгородская область на телевидении. Мы устали терять колеса и калечить машины. Ждем наведения порядка. Такой звонок раздался в нашей редакции. Новгородские автолюбители пригласили съемочную группу новостей проехаться по дороге в Великий Новгород-Серково-Барки. Активисты лично измеряли ямы и подписывали обращение в прокуратуру и к властям. Сюжет Алены Сувстиной. Алексей Иванов живет в деревне Горное море на чуть больше года. Каждый день ездит в город на работу на собственном авто. Однако в этот субботний день добраться до Великого Новгорода ему так и не удалось. Большой поток машин не позволил водителю объехать все ямы на этом направлении. В итоге пробито два колеса. Мы вызвали на ряд ГИБФД, чтобы это все зафиксировать. Ну и потом уже поехал на шанмонтажку, снял два колеса и сказали, что в основном не подлежат. Будем обращаться в суд, да. Потому что сегодня и время потрачено было, и на работу никто не успел. В общем, и колеса тоже не дешево стоят. Алексей не единственный пострадавший. В аварии по причине неудовлетворительного состояния дорог автомобилисты здесь попадают практически каждый день. Терпеть такое положение вещей местные жители больше не в силах. В минувшую субботу активисты вышли на дороги и начали сами измерять ямы, чтобы наглядно показать, эти выбоины не соответствуют никаким ГОСТам. Здесь помогают еще большие грузы, которые в рабочие дни проходят по этой автодороге. Выходят они с карьеров, где добывают песок, карьеры, соответственно, перегружают эти автомобили, что машины идут с перегрузом. Соответственно, они наносят непоправимый ущерб этой автодороге, разбивают ее. Транспортная инспекция у нас абсолютно бездействует. Активисты с завидным постоянством пишут обращения в ГИБДД. В ответ, по их словам, получают только отписки. Стоит отметить, что сотрудники госавтоинспекции прибыли на место встречи и в этот раз, но от комментариев отказались. Доявка была подана на то, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Я сюда приехал, какие-либо комментарии я не уполномочен давать. То есть вы замерять ничего не будете? Сомеры все произведены. Предписания все выданы. Дальнейшие там уже будут дальше рассматривать по предписанию. Так и будут устранены, не устранены. Все, были я вам ничего не могу сказать. Очередные предписания сотрудники ГИБДД выдали Новгородавтодору. Именно эта организация отвечает за 31 километр асфальтобетонного покрытия автодороги Великий Новгород-Сергово-Барки. Ямочный ремонт этого участка проводится каждую весну. Капитального не было много лет и пока не предвидится. Работа у нас производится, ну как я уже и сказал, в тех лимитах, которые у нас есть. За лимитом мы как бы тоже не можем перейти. Хорошо. По ямочному ремонту, ну что сейчас? Сейчас погодные условия. Перепад температур получается. Вода замерзает, отмерзает, замерзает, отмерзает. Получается разрушение асфальтобетонного покрытия. Как только нам позволят погодные условия, мы все, что сможем, мы сделаем. Тем временем местное население продолжает писать жалобы. На этот раз письма с фотографиями и подписями они планируют направить в прокуратуру и в приемную временно исполняющего обязанности губернатора. Алена Сувтина, Евгений Васильев, Новости, Новгородское областное телевидение. Планы по ремонту дорог в самой столице региона стали одной из главных тем в ходе сегодняшнего брифинга мэра Великого Новгорода Юрия Бубрашева. Журналисты вновь вспомнили о том, что асфальт в Великом Новгороде нередко сходит вместе со снегом. В прошлом году на ремонт и содержание были потрачены немалые деньги. Только из областного бюджета дополнительно выделялись 500 миллионов рублей. На деле же автомобилисты не только не видят улучшения, а все чаще теряют колеса на ямах и ухабах. Много говорят, что в прошлом году сделали и она сошла. Вот я должен сказать, я вчера лично за рулем ездил, там где сделали. Значит, ни одна дорога где сделана не пошла, как все говорят, со снегом. Вот, то есть они будут выделены отдельно, значит, и плюс к этому пять лет гарантии по каждой дороге. По мнению Юрия Бобрышева, чтобы содержать дороги областного центра в нормальном состоянии, необходимо не меньше 500 миллионов в год, не считая ремонта. В 2017-м из Дорожного фонда Великому Новгороду выделено на содержание лишь 96. Перечень уже определен. В первую очередь приведут в порядок Большую Московскую, Большую Санкт-Петербургскую и Державина. Еще 300 миллионов город планирует потратить на строительство новых дорог. Это участок от Большой Московской улицы до Ворошилова, а также Аркашская и Луговая. В свою очередь журналисты поинтересовались у Юрия Бобрышева, как он лично относится к латанию дорожных ям в снег и дождь. Напомним, наша съемочная группа стала свидетелем такого ремонта в минувшую пятницу. А вы как относитесь? Ездить по ямам или все-таки холодным асфальтом, все-таки дырки закатать, чтобы не закатать, собственно говоря, замазать их, для того, чтобы хоть, допустим, две недели-три ездить по нормальному полотну. Конечно же, вы погоду не видите, какая то дождь, то снег, то дождь, то снег. Каждый день. Вот сегодня мороз тоже нельзя. Получается, никогда нельзя. Что касается благоустройства Великого Новгорода, из федерального бюджета в 2017-м выделено 79 миллионов рублей. Они пойдут на ремонт дворовых территорий и обустройство двух новых скверов. Можно ли добиться успеха в маленьком городе? Уехать или остаться? Ответы на эти вопросы искали сегодня на ежегодном новгородском женском форуме. По традиции, его участницы собрались в областном центре в преддверии праздника 8 марта. Остаться в маленьком городе или отправиться покорять столицу? Ответ на этот вопрос точно знает участница форума Надежда Коварская. Студентка НовГУ. Она получает сразу два высших образования. Будущий переводчик и юрист. После окончания вуза планирует совмещать эти профессии. Девушка уверена, что успешную карьеру сможет построить в родном Великом Новгороде. Нет смысла ехать в большие города, потому что, как мы знаем, и Москва, и Санкт-Петербург у нас не резиновые. И лично для меня счастье, оно именно в людях, которые меня окружают, которые в меня верят. А главное найти интересную работу. И, в принципе, сейчас есть возможность, если я собираюсь быть переводчиком, можно найти онлайн-работу и работать как на фирме, которая находится и за рубежом, и в других больших городах. Поэтому нет необходимости куда-то переезжать и менять такую родную обстановку. Тема встречи выбрана не случайно. Сейчас об оттоке специалистов говорят много. Молодые люди нередко уезжают из Новгородской области в столицу, считая, что там возможностей больше и жизнь интереснее. Но так ли это на самом деле? Участницы форума готовы спорить. На встрече пять спикеров. Социолог, бизнес-леди, общественницы. На примере женщин, которые все-таки сделали свой бизнес, сделали себя, сделали свою семью. Поэтому вот на примере таких женщин мы решили показать, что в маленьком городе есть огромное счастье жить. Наверное, даже больше счастья, чем в больших городах на сегодняшний день. И можно творить, работать, и с семьей прекрасно существовать. Вот для этого мы сегодня собрались обсудить эту тему. Женский форум – ежегодная встреча жительниц Великого Новгорода с активной жизненной позицией в преддверии 8 марта. Традиционное участие в нем принимает вице-губернатор Вероника Минина. Новгородки не только обсуждают общественно важные проблемы, но и заряжаются оптимизмом и хорошим настроением. Вероника Корпесонова, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. Сегодня в старейшем тепличном комбинате Новгородской области Трубичино прошел праздник первого огурца. Этой традиции уже 37 лет. Первый урожай здесь был получен весной 1980 года. Сегодня это современное производство, которое выпускает самую разнообразную продукцию. Праздник первого огурца символичный, ведь урожай в трубичинских теплицах начал поспевать еще в середине февраля. Сейчас еженедельно работники комбината собирают уже около 100 тонн свежих овощей. С приближением тепла световой день растет, будут увеличиваться и сборы. У нас каждый день сборы. Приходим с утра, собираем огурчики. Потом, когда сборы закончатся, начинаем делать уход за растениями. Побеги прищипываем, укладываем. Работы много. За сколько времени созревает один плод? Один огурчик созревает примерно за две недели. На предприятии 15 гектаров зимних теплиц, в которых выращивают томаты, зелень, баклажаны и перцы. Но все же основной культурой остается пчелопыляемый огурец. Причем, когда в процессе задействованы насекомые, о добавлении химических удобрений не может быть и речи. Все препараты исключительно биологические. Сейчас установили систему весового контроля для контроля полива растений, что даст экономию использования минеральных удобрений, воды. Это более точно сбалансированное питание. Оно также будет влиять на качество продукции, чтобы не было превышений показателей по нитратам. Мы очень болеем за экологическую чистоту нашей продукции. Спрос на трубичинские овощи растет. По просьбам потребителей предприятие расширило площади посева розовых томатов, черри и баклажанов. То, что вы делаете, вы прославляете не только отционерного отчества Трубичина, вы еще и прославляете нашу Новгородскую область вот этими замечательными урожаями, этой замечательной культурой, этими замечательными огурцами, которые ложатся на стол как новгородцев, так и всех жителей Северо-Запада и Москвы, и Московской области. В прошлом году на комбинате вырастили около пяти тысяч тонн овощей. На этот сезон планка выше. Трубичина планирует выпустить почти пять с половиной тысяч тонн продукции. Кристина Абелян, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение. Музей-заповедник пригласил юных новгородцев на детский праздник «Бал чудес». Он собрал гостей уже в четвертый раз. В этом году сюжет бала построен по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес». Элегантный поклон и приветствие. А дальше юные гости терпеливо ожидают приглашения в залы. Суетливости гостям как в девятнадцатом веке, так и сейчас проявлять не стоит. Нарушение этикета. Хорошо об этом знают сказочная фея Полина и фея Рос Виктория. Девочки пришли на праздник с бабушкой. Но автор этих ярких нарядов не она. Мама работала, она не спала, сколько Виктория, мама не спала, много, год целый, чтобы сшить такие костюмы шикарные нам, правда? Мы участвуем на пуговице второй год уже. Везде участвуем, ходим, очень гордимся, что такие дети у нас. Весенний бал для юных новгородцев стал уже доброй традицией. Десятки мальчишек и девчонок под музыкальное сопровождение вышагивают в центр залы уже четвертый год подряд. Но в этот раз вместо исторических персонажей их ждали червоная королева и Алиса. Праздник решили сделать по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес». Именно ее герои знакомили нарядных гостей с правилами и бальным этикетом. К примеру, появляться на собрании без веера и цветов считалось недопустимым. Как и не надеть к платью подобающие перчатки. Традиционными на балах, как для взрослых, так и для детей, были различные моменты, в том числе и язык веера, и язык цветов. То есть это способы, с помощью которых можно было общаться. Определенные способы сложения веера обозначали в той или иной фразу, как и цветы, которые присутствовали на прическах. Цветами девушки могли подчеркнуть качество своего характера. Маргаритка в прическе говорила о терпении ее обладательницы. А Василек – верности и твердости духа. Хитрый язык цветов и веера знали все гости, как и правило вальных танцев. К слову, подобные собрания в России начали устраивать по указу Петра I с 1718 года, в том числе и детские. Чаще всего последние проходили в поместьях и для подрастающих ребят были первым выходом в свет и возможностью показать себя. Века сменились, однако и сегодня юным новгородцам такие праздники приносят радость и, что важно, расширяют знания и кругозор. Юлия Бабич, Сергей Корнев, новости Новгородское областное телевидение. Это почти все на сегодня. Интересная информация вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Впереди еще один сюжет и прогноз погоды на вторник, 7 марта. Всего доброго и до встречи. Вкусно и по-домашнему. Новая столовая с катерцем обранка приглашает новгородцев на бодрый завтрак, сытный обед и не поздний ужин. Хотя заведение именуется столовой, вам не придется стоять в очереди на линии раздачи. Заказ, сделанный на барной стойке, принесут официанты. При этом ценовая политика приятно удивит. Например, комплексный обед стоит всего 159 рублей. В эти же денежки даже чуть дешевле можно позавтракать и там чуть дороже или чуть дешевле даже пообедать. В зависимости от того, многоежка вы или предпочитаете половинку супчика и, может быть, горячее блюдо без гарнира. Все зависит от ваших предпочтений и на постовые линии, в конце концов. В меню блины, сырники, борщ, винегрет, оливье, традиционная русская кухня. Национальные мотивы, объединенные с модными тенденциями лофта, повторяются и в интерьере. Помещение столовой просторное и светлое. Банкетная площадка готова принять до 80 человек. При этом еще останется место для танцев и отдыха. А молодоженам скатерцем обранка приготовила специальные бонусы. Комната для невесты, сытное меню и это еще не все. Ведущий, диджей, свет, звук и прочие все необходимости для свадьбы. На 50 человек мы рассчитали предложение в 95 тысяч рублей. То есть меньше 2 тысяч рублей на человека, но это уже и программа, и угощение. С наступлением теплой погоды здесь откроется терраса с панорамным видом, на которой, кстати, можно будет проводить и выездную регистрацию. А пока скатерцем обранка ждет гостей по адресу Большая Санкт-Петербургская, 95-1, с 8 утра до 8 вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова